народ всем привет бытует мнение что нарастить мышечную массу на тренировать свое тело стать сильнее и мощнее в домашних условиях занимаясь собственным весом нельзя и для этого нужен только тренажерный зал но на самом деле это не так точнее не совсем так тренируясь в домашних условиях можно наращивать мышечную массу и делать свое тело красивым и здоровым но для этого потребуется несколько больше времени и немного проявить фантазию и сноровку ну и конечно веса веса собственного веса вам будет недостаточно особенно если вы хотите действительно на рожь наращивать мышечную массу давайте рассмотрим концепцию роста мышечной массы на примере простых отжиманий как самого доступного и простого в использовании упражнения и которые по своим функциям практически полностью повторяет жим штанги от груди который так любят многие спортсмены стоит войти в любой зал как вы увидите группу людей которые стоят в очереди на скамью для жима и ни одного кто бы отжимался в сторонке но может быть заря чем прелесть обычного жима штанги это хорошая базовая подконтрольную упражнение на грудные мышцы которые можно легко и спокойно прогрессировать в тренажерном зале наращивая постепенно вес при этом сам общий вес штанги большой сродни собственному весу человека ну 68 100 килограммов и так далее что позволяет постепенно и плавно наращивать веса и прогрессировать в данном упражнении в домашних же условиях это сделать немного сложнее когда у тебя по сути есть ты пол и все и казалось бы хорошо спортсмены особенно начинающие жмут от груди свой вес стремясь к сотке и дальше уже выше но так и я вешу допустим 80 килограмм а то и все 90 поэтому считая недалеко от них ушел и в крайнем случае просто увеличу количество повторений и подходов что тоже на первое время даст мне прирост мышечной массы но тут есть одна особенность которая сильно отличает жим штанги от отжимания это распределение нагрузки на ваши руки и соответственно дальнейшее воздействие на грудные мышцы когда вы снимаете штангу весь ее вес начинает давить на вас сверху все 80 килограмм или сколько вы там на нее навесили когда же вы отжимаетесь и принимаете исходное положение вес вашего тела не полностью приходится на ваши руки а распределяется рассеивается ведь вы же держитесь ногами а пол или там любую другую подставку перенося часть веса на них и это как они печально примерно 30 процентов вашего веса то есть именно столько вы теряете плакал при классических отжиманиях от веса вашего тела и что делать таких случаях как увеличить вес и сравнять это упражнение с классическим жимом от груди если нет времени нет средств ну или по другим причинам вы не можете посещать тренажерный зал совсем его богатым оборудованием но расстраиваться не стоит при желании можно сделать все чтобы приложить ну хоть немного труда и смекалки кстати если вам понравилось видео не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажать колокольчик чтобы получать уведомления первое это изменить угол наклона вашего тела вы изменяете тем самым процент потери распределения веса в вашу пользу то есть закиньте ноги на диван стул лавочку можете приложить и к стене главное не переборщите и не увидите часть нагрузки с грудных с грудных на дельте таким образом можно сэкономить это процентов 10 то есть от своего веса вы будете терять уже не 30 от 20 процентов по привесе 80 килограмм это уже 64 килограмма использовать резинки которые вы можете пропускать через руки спину она будет увеличивать нагрузку при подъеме и тем самым нагружать ваши грудные мышцы продаются опять же в любом крупном спортивном магазине и там можно сказать на али стоит недорого место много не занимает и главное может использоваться во многих упражнениях увеличение веса при помощи дополнительного груза на помещенного в портфель например на спине это могут быть баклажки с водой с песком блин от гантели если они у вас есть что-то еще тут надо как проявлять фантазию и таким образом самое простое увеличивать нагрузку и тем самым прогрессировать в весе но нужно обязательно учитывать что так какой бы вес вы не повесили он всегда тоже будет терять примерно 20 30 процентов ну в среднем это 25 процентов а то и меньше в зависимости от того как высоко расположен рюкзак на вашей спине а его вес также будет распределяться по всему вашему телу но чем ближе конечно он к точке опоры то есть вашим рукам тем меньше веса будет уходить на ноги таким нехитрым способом вы можете составить себе программу тренировок для домашнего использования и спокойно прогрессировать и расти в мышечной массе конечно у и у таких тренировок есть примерно ну лимит конечном итоге вы тоже дойдете до такого то веса который не сможете одеть на плечи или там не выдержит рюкзак и тогда конечно самое время задуматься о зале ну или купить уже домой небольшую там рабочую установку со штангой блинами в общем как то так народ если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите колокольчик читайте нас в яндекс зене все ссылки в описании всем удачи народ всем пока а